Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Я Шадеркин Игорь Аркадьевич, я кандидат медицинских наук, сам по основной своей специальности врач-уролог, и я руковожу лабораторией электронного здравоохранения в Институте цифровой медицины. Мое выступление направлено на вас, дорогие коллеги, которые планируют выбрать свою работу и посвятить ей ближайший, например, год. В связи с этим мы в Институте цифровой медицины приглашаем вас выбрать какую-то интересную для вас тему и погрузиться в нее чуть-чуть больше, чем просто в то, что вы сейчас занимаетесь и получаете образование. В нашей лаборатории, которой я руковожу, мы занимаемся тремя основными направлениями. Первое направление это телемедицина и дистанционный мониторинг. Это такое развитие телемедицины, когда мы можем отслеживать какие-то физиологические параметры у наших пациентов во времени. Второе направление это робототехника. И третье направление это технологии, в основе которых лежат искусственный интеллект. Пару слов скажу о конкретных проектах, которые лежат в основе этих направлений. Что касается телемедицинной, и это, наверное, связано с уклоном моей основной специальности, мы очень глубоко продвинулись в дистанционный мониторинг нарушений мочеиспускания у наших пациентов. В нашем арсенале есть специальные площадки телемедицинские, инструменты, которые позволяют пациентам накапливать, собирать информацию о состоянии своего здоровья. В частности, именно вопросов, касающиеся урологии, нарушения мочеиспускания в первую очередь. Это приложение, это различные веб-специальные инструменты. И мы имеем часть интересных приборов для домашнего использования. Это мочевой анализатор, урофлоуметр. Наши пациенты используют эти приборы для того, чтобы контролировать свое состояние здоровья. И в этой части нам есть, что вам рассказать и привлечь вас в эту работу. Эта работа может быть связана как с оценкой текущего состояния всего ландшафта, дистанционного мониторинга, так и работа с конкретными направлениями, направленными на развитие того или иного направления, которое я сейчас вам рассказал. В частности, мы занимаемся дистанционным мониторингом нарушения мочеиспускания у пациентов с доброкачественной гиперазией пациентной железы, с циститами, с инфекцией нижних мочевых путей, с синдромом хронических тазовых болей. И пациентам на дом выдают специальные приборы, с помощью которых они отслеживают свои физиологические показатели. Мы эти показатели получаем, их анализируем, принимаем по вниманию, делаем какие-то клинические выводы и в том числе занимаемся наукой, смотрим, как такой инструмент помогает решить ту или иную проблему, связанную со здоровьем наших пациентов. В этой же части у нас есть еще одно направление, которое направлено на мониторинг окружающей среды пациентов. У нас есть такое решение, как метеостанция, которая анализирует основные показатели, которые собираются с окружающей среды, такие как температура, влажность, уровень углекислого газа, освещенность, шум. И с помощью этого прибора, такой домашней метеостанции, мы можем увидеть или найти какие-то корреляции состояния здоровья нашего пациента, связанные с вот этими модифицируемыми к большому счету факторами. Мы тоже приглашаем вас поработать над этой проблемой. В части робототехники у нас два крупных направления. Первое – это роботизированный микроскоп. И второе направление – это роботизированное ультразвуковое исследование. В первой части у нас есть специальный прибор, который изготавливается в России большой командой, командой инженеров, специалистов, которые занимаются разработкой, производством, прототипированием, в дальнейшем вывод на рынок такого микроскопа, который способен сам без участия врача оцифровывать гистологические, цитологические сканы. В этой части у нас очень большое продвижение. У нас есть необходимость развивать чисто технически все это направление, подключать сюда инструменты, которые позволяют дистанционно передавать эти данные на расстояние врачам, которые потом оценивают полученные оцифрованную информацию с гистологией, с цитологией. А с другой стороны мы хотим внедрять сюда технологии, направленные на автоматическую оценку полученных данных. И поэтому нам нужно тоже специалисты, которые бы занимались как технологической частью, так и, собственно говоря, сканированием, набором этих данных и, возможно, разметкой этих данных. Робот-УЗИ — это еще одно направление, очень сложное, очень интересное. Оно чем-то похоже на направление, связанное с роботизированной микроскопией, но у нас есть специальный ARM-робот и команда, которая работает над этим проектом, который берет в руки ультразвуковой датчик и выполняет ультразвуковое исследование. Это очень сложный, перспективный процесс. Он сейчас не существует в нашей рутинной клинической практике, и нам еще надо преодолеть много технических задач, много задач, связанных с методологией. Поэтому нам нужны ребята в команду, которые будут работать над этим проектом. Как с точки зрения науки оценивать возможности использования такого прибора, так с точки зрения технологии, которые направлены, собственно говоря, на автоматизацию этого процесса ультразвукового исследования. И также нам нужны ребята, которые бы могли вот те полученные наши данные при выполнении ультразвукового исследования, собственно говоря, размечать и в дальнейшем, чтобы у нас с вами были инструменты, в основе которых лежит искусственный интеллект. Все эти проекты очень наукоемкие, очень много технологических барьеров стоят перед нами, но мы считаем, что это очень перспективное направление, поэтому приглашаем вас поработать вместе с нами над этими направлениями. Возможно, дорогие коллеги, у вас есть свои интересные решения, которые направлены вот в эти три основные вектора развития нашей лаборатории. Это телемедицина и станционный мониторинг, робототехника, искусственный интеллект. Мы тоже вас приглашаем говорить о своих идеях, мы готовы с вами обсуждать их и тоже вкладывать в наш трек работы нашей лаборатории, нашего института цифровой медицины. Весь перечень работ, в которых вы можете принять участие, будет представлен в следующем списке. Вы можете поставить видео на паузу и внимательно ознакомиться с этим списком. Если вы сделали свой выбор или есть у вас интересные идеи, приходите к нам, мы вас ждем.